Давайте будем благословлять друг друга. Пребудьте в мире. Вы миссионер, который спасет весь мир. Благословением первенца в эпоху 237 стран восстановим 10 тысяч верующих. Спасибо за благодатное прославление. Действительно, путь, по которому мы идем с вами, это путь, где Терезина Бог вместе с нами. И сосредотачиваясь на этом Терезином Боге, который с нами, тогда будет сходить благословение Преслового Божьего 24 часа. И сейчас на этом месте я благословляю, чтобы это стало благослужением, когда сходят небесные благословения. И вот особенно на этой неделе у нас будет с вами Чусок. Это праздник в Корее. И в эти красные дни во время Чусока также будут разные встречи с новыми людьми, со знакомыми. А также будет то, что мы не планировали, но произойдет. Возможно, какие-то трудности будут. Но что бы ни происходило, какие обстоятельства, ситуации, есть благословения, есть ответы, которые Бог для нас приготовил. Необходимо их найти и наслаждаться ими. Я благословляю, чтобы вот такие у вас были праздники. И вот особенно есть ответ, который Бог дал уже нашей церкви, церкви Хана. Вот это необходимо проверить, найти их и ими наслаждаться. И проверяя эти ответы, наслаждаясь этими ответами, тогда что вы увидите? То есть тогда вы поймете, ага, вот такие благословения Бог дал мне. То есть вы увидите себя, имеющие эти благословения. А что это за благословения, которые и ответы, которые Бог дает мне дает? То есть это мое место. На каком месте я сейчас нахожусь? Вот это не упускайте. Нас с вами, которые Бог спас, Бог дает нам такие основательные благословения, благословения источника, что это за благословение источника. Это то, что Бог дает нам благословение престола Божьего. И Бог дает нам силу престола Божьего. Поэтому вы, которые имеете вот эти благословения, вот если вы будете их использовать на местодействие, тогда люди будут собираться на основании вас. И вы будете формировать вот эту вот духовную атмосферу на местах действия. И будут происходить действия спасения. Вот один человек так сказал. Вот он говорит, что праздники — это такое особое время. он верит в Иисуса, но когда встречается с неверующими родственниками, сразу же впадает в конфликты. И вот он говорит, он мне тяжело с ними находиться. И прошло время, и потом этот человек, он говорит, уже по-другому говорит, «Бог на основании меня, он создал духовную атмосферу, когда мы все вместе встречались». Поэтому каждый раз, когда он встречался с родственниками, во время праздников, он преподносил богослужение. И вот он говорит, что мы определили, на праздниках мы обязательно преподносим богослужение. Вот он даже уже создал порядок богослужения. Вот так вот Бог его вел. И вот семейное богослужение началось. И вот он сам ведет это семейное богослужение. И слово сам передает. То есть раньше было тяжело собираться с родственниками. Конфликты были. Но прошло время, и он сам того не заметил, как вся духовная атмосфера в семье начала формироваться на основании него. И даже Бог дал ответ семейного богослужения. И вот сейчас вся семья, благодаря нему, преподносит богослужение. Ну это естественно. Почему? Потому что это благословение, которое мы получили. Благословение источника. Источника благословения. Потому что мои ответы — это благословение престола Божьего. То есть через вас, через вас, которые являетесь источником благословений, даже до потомков будут передаваться благословения. Вот это благословение — Евангелие. То есть Бог ко мне начинает прикреплять людей. И на основании меня люди начинают двигаться. Вот это благословение источника. А также, что это ещё за благословение источника? Вот вы, если будете только молиться, я сам того не замечу, как семья моя будет оживать. Будет, вот все мои родственники, члены семьи будут оживать. То есть, Богу не дал только благословение нам, но через нас и наши семьи, и местодействия, и роды Бог будет получать благословение. И если я буду наслаждаться вот этими благословениями Божьими, которые Богу не дает, тогда через меня другие люди будут оживать, члены семьи. И через меня будут сокрушаться силы тьмы. То есть, будут сходить вот такие благословения. То есть, вот это вот проверьте. То есть, не просто так вот собирайтесь с родственниками и так далее. Но вот потихонечку проверяйте вот эти благословения, которые Бог дает. И Бог, Он будет совершать эти благословения. И вот мы приняли Евангелие. Потихонечку началась семья наша оживать благодаря нам. И потом, потомки начнут оживать. Вот это из благословения, источника благословения. И еще кое-что осталось. Через вас, которые приняли Евангелие, вот эти благословения будут передаваться вашему семейному роду. То есть, вашим потомкам, и потом вашему семейному роду будут протекать эти благословения благодаря вам. То есть, вы станете вот этой духовной платформой, духовной сторожевой башней, духовной антенной. Поэтому вы не думайте тяжело об этих благословениях. Вот благодаря мне, на которого сходит благословение престола, благодаря мне будут собираться другие люди. То есть, через меня будет меняться духовное течение в моей семье, в моем роду. То есть, вот это значит духовная платформа. И еще есть тайна, чтобы соблюдать, защищать всю семью, весь род. А также, обязательно через вас, вашу семью, вашу род будут передаваться духовные благословения. До такой степени, что будут собираться благодаря вам. Будут преподносить благословения, наслаждаться Божьим благословениями, будут благодарить за Божье благословение. Вот я благословляю, чтобы вот эти благословения вы получили. Поэтому каждый раз во время праздников вы не упускайте эту возможность вот так вот наслаждаться этими благословениями с вашей семьей. Почему? Это наша идентичность. Духовная платформа, духовная сторожевая башня, духовная антенна. И вот эти благословения, вот эта идентичность, Бог изначально дал нам. Но вот вы же хорошо знаете, что что Бог, Он, в бытии 1.27, Бог сотворил человека по своему образу и Божьему. И потом, в 28 стихе, Бог говорит, даю тебе власть всем управлять, обладать. Что это за благословение? Это и есть благословение духовной платформы, сторожевой башни и антенны. То есть изначально уже эти благословения были даны. И вот вы, я благословляю, чтобы вы лучшим образом наслаждались этими благословениями во время праздников. Вот когда вы собираетесь вместе, вот вы радуетесь и воздаваете Богу славу. Я благословляю еще раз, чтобы вы наслаждались этими благословениями. И сегодня мы с вами прочитали место от Писания. Значит, после того, как израильский народ одержали победу над Ирихоном, они становятся перед городом Ай, город Гай, перед стенами гора Ай. И после того, как они одержали победу уже над городом Гай, мы видим, что они устраивают жертвенник Господу на горе Гебау. То есть, первое, жертвенник на горе Гебау. Что это за благословение, которое нам необходимо выявить через жертвенник на горе Гебау? Давайте посмотрим. Значит, израильский народ уже прошли через Ирихон, который сами не могли разрушить. Но Бог, Он разрушил Ирихон. И потом, они встречаются с городом Гай. И опять, они сами это разрушить не могут. Но мы видим, что вот они терпят поражение в войне с этими жителями города Гай. Почему они? Почему? Потому что хоть мы и получили спасение с вами, но мы обманываемся, поэтому разрушаемся. Значит, мы держимся за завет всемирной евангелизации. И я вроде бы нахожусь внутри расписания всемирной евангелизации. Но есть моменты, когда я обманываюсь и сам падаю. Вот слово оно говорило нам на прошлой неделе, в Иисусе Наве на седьмой главе. Поэтому подумайте то, о чем мы говорили с вами в прошлый раз. Что Бог хочет, чтобы мы осознали через события в городе Гай? Что во всем, во всем мне необходимо все Богу отдавать. То есть, Бог хочет, чтобы я осознал, что мне необходимо во всем полагаться на Бога и отдавать Богу, возлагать на Бога. И вот насколько я воздаю все Богу. Вот это не получается. Значит, вот Бог хочет, Бог, Он хочет, чтобы я на Бога все возлагал. Бог хочет, чтобы я признал Бога как того, кто всем руководит. Но если мы сейчас посмотрим на себя, то хоть я и верю в Бога, но я двигаюсь по-своему, по своим мыслям, по своему упрямству, по своему упорству. И я сам того не замечаю, как вот в какие-то моменты я начинаю сам все решать. И вот тяжело получать Божье водительство. Значит, кажется, как будто я молюсь, получаю Божье водительство, но в решающий момент я поступаю по своим мыслям, по своим стандартам, по своим критериям. То есть, я сам того не замечаю, как я вот так начинаю поступать. Вот это и есть, вот это мое, мои мысли, вот это все моя гора, мой город Гай. Вот есть люди, которые с детства получали обучение Евангелиям. И вот если посмотреть, ну есть те, кто не с детства получали Евангелие, вот если посмотреть, то у нас есть сущность своя. То есть, в какой-то решающий момент я не за Божье держусь, а за свои мысли держусь. И если вот это не будет получаться, то я сам буду по своей сущности вот так вот поступать. И даже если я, я не думаю, что я так поступаю, но в какой-то критический момент, решающий момент, я поступаю по своим мыслям, по своим стандартам. И если я поступаю по своему, то это называется гуманизм. То есть, действия Божьи не будут происходить. Почему? Потому что прежде Божьего действия, хоть я сам того не замечаю, выходит мое. Мое, хоть это называется гуманизм. Поэтому, что Бог хочет от нас? Чтобы все я, что у меня есть, все возложить на Господа и признать, что Бог, Он все может, и испытать Бога. Галатам 2 глава, 20 стих, говорится, что уже не я живу, но внутри меня Христов живет. И то, что я сейчас живу в теле, я живу верою в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. То есть, не я уже живу, а Христос во мне живет. То есть, поскольку внутри меня живет Христос, в решающий момент меня быть не должно. Но хоть и внутри меня Христос живет, но я поступаю по своему. Вот это мой город Гайи. Почему? Потому что люди, они не знают, что Бог совершенным образом ведет. И Бог действует. Также, если посмотреть Матфея, Марка 8, 34, то так сказано, «Хто желает, следовая за Мною, отвергни себя, возьми свой крест и следуй за Мною». Но вот это не получается, отвергнуть себя. Вот это не получается. То есть, Бог, Он ведет меня по своему плану, по своему расписанию. Вот так вот Бог хочет. Но вот это не получается мне признать, поэтому я сам несу ответственность за свою жизнь. Поэтому сам пытаюсь все делать. Возможно, вот кто-то из вас в жизни веры, либо же в бизнесе, либо же в семье. Там, к примеру, я могу злиться. Или, возможно, что-то плохое проявляется. Это о чем говорит? Что до сих пор Христос не стал Хозяином. Если Христос внутри меня находится как Хозяин, тогда то, что мне не нравится, неудобно, такого не будет. Но из-за того, что Христос еще не является Хозяином внутри меня, то мое упрямство, упорство. Поэтому что отсюда, что будет выходить? Да, само собой, будет выходить недовольство и то, что мне нравится. Поэтому в тот момент важный, я сам, вот в критическом моменте, я сам не замечаю, как вот этот мой маленький город Гай внутри меня находится. Поэтому необходимо понять, что из-за этого я разрушаюсь. Из-за этого не получается. Почему? Потому что до сих пор внутри меня находится город Гай. И вот на прошлом деле я говорил об этом. Значит, необходимо не только отдавать, возлагать на Бога то, что я не могу решить, но даже то, что я и могу решить, это тоже самое малое. Возлагать на Бога. И именем Христа Бог хочет, чтобы я все завоевывал. Вот когда к нам проблемы появляются, когда большая проблема, конечно, мы молимся Богу, отдаем Богу, да, благодарим Богу. Но Бог, Он хочет, чтобы не только огромные проблемы, как Иерихон, но даже маленькие проблемы, даже такие вообще малейшие проблемы, чтобы я возлагал на Бога, и Бог желает, чтобы я это отдал Христу. Христос, Он взял ответственность, и я испытал Христа. Вот это Бог желает. Поэтому, по этой причине, Бог дал израильскому народу город Гай, чтобы я осознал, что мне необходимо возлагать на Богу даже маленькие вещи. Вот тогда будут сокрушаться силы тьмы, и тогда будут Божьи действия. Почему? Потому что именно вот это, оно меня тормозит. Поэтому вот мы пытаемся, что... А, мы думаем, что я прав. Даже в маленьких делах, я думаю, вот так надо поспорить, потому что я знаю, я прав. Поэтому даже в маленьких вещах надо победить этот город Гай. Поэтому как тогда победить город Гай? Постоянно надо вести духовную войну. То есть, вчера мы одержали победу в духовной войне, и сегодня необходимо вести духовную войну. Неужели Бог, Он не даст победу и сегодня? Вот израильский народ, они идут по Иордану. Потом Ерихон. И Бог дал им победу. Но сегодня стоит перед нами город Гай. Но они не начали молиться. И тогда, вот, что сказали вот эти, соглядатели, вот эти шпионы, Иисусу Навину? А, это маленький город, да, просто две-три тысячи, и все. Зачем нам тревожит весь город? Мы сейчас быстро это все сами завоюем. Только, да, нам три тысячи воинов, и все. И вот Иисус Навин, Он послушал слова вот этих вот саглядателей. Значит, о чем здесь говорится? Нам необходимо всегда одержать победу в духовной войне. Вот я говорил на другом служении. После того, как Давид стал царем, он вступил в Буд с одной женщиной. То есть он упал, духовно упал. Потом пророк Илия одержал победу над 850 уже пророками. Но потом духовно упал. Петр исповедовал Иисуса, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Но потом говорит, «Ой, Иисус, не умирай». Тогда Иисус говорит, «Отойди от меня, Сатана». То есть о чем здесь говорится? Хоть даже если мы вчера одержали победу в духовной войне, и сегодня надо вести духовную войну и одержать победу. И Бог нам дает уже гарантию, что мы одержим победу. Почему? 1 Петра 5,8 сказано, «Потому что противник вождя уходит, как рыкающий лев, ищет его поглотить. Поэтому трезвитесь и бодрствуйте». То есть надо трезвить и бодрствоваться, потому что и сегодня именем Христа необходимо вести духовную войну. Вот, если вы одержали победу вчера в духовной войне, благодать нас Богу. Ну, сегодня надо вести духовную войну. Потому что и сегодня есть духовная война, и сегодня надо одержать победу. Поэтому, что говорит нам Библия? «В духе молитесь». То есть 24 часа на молитвах. Почему? Быть духовно как бы на страже и вести войну. И сказано, в день, когда вам трудно, Бог даст благодать. Вот такое слово сказано. И вы, одерживая победу в духовной войне, тогда вы сможете завоевать и город Гай. Вот я благословляю вас, что вы нас создали шеи этими благословениями. Значит, после того, как Израиль потерпел поражение вот с жителями города Гая, значит, потом они приходят, и они осознали, покаялись, и потом одерживают победу. И через сегодняшнее место описания мы можем увидеть причину, почему они все-таки завоевали этот город. город Гай, значит, восьмой стих, первый стих, восьмая глава, первый стих, значит, здесь говорится очень важное. «Господь сказал Иисусу, не бойся и не ужасайся, возьми с собой весь народ, способный к войне, и став пойди Гаю. Вот я предаю в руки твои царя Гайского, и народ его, город его, и землю его». То есть, о чем здесь говорится? Что Бог нам уже дает победу в духовной войне. И Бог уже дал победу Иисусу нам. А как одержать победу? Следовать за Словом. Следовать за Заветом. То есть, вы знаете, у израильского народа был ковчег Завета, и все они следовали за ковчегом Завета. Вот так же самое, если посмотреть, Иисус 7 глава, 15 стих, сказано, что «Почему вы отерпели поражение?» «Потому что вы приступили к Заветму, то есть не повиновали Завету Моему». Что это значит? Израильский народ потерпел поражение, при Кае, потому что не следовали за Словом. И поэтому в нашей жизни веры, какой путь одерживать победу? Даже в больших, в маленьких проблемах, перед этими проблемами. Что бы ни происходило, следовать за Словом. Стоять перед Словом. И находить, есть ли Божья воля или нет. То есть, всегда следовать за Словом. То есть, вот этот путь завоевает для меня Гай, и путь для меня одерживает победу в жизни веры. Поэтому мы, как с вами идем? Следуя за Словом. То есть, это не просто так. То есть, если Слово идет, мы идем. Если Слово стоит, мы стоим. То есть, в жизни веры стандарт во всем это Слово. То есть, Слово нас ведет. То есть, нельзя идти перед Словом. Вот израильские народы, пока они шли по пустыне, у них был ковчег, храм. И вот они на основании вот этого храма постоянно двигались. Если вот храм передвигался, все двигались. Если он стоял, все стояли. То есть, для нас стандартом должно быть Слово. Вот как они могли перейти через Иордан? Как могли разрушить Иерихон? Следуя за ковчегом. То есть, всегда шли впереди священники с ковчегом, а народ шел сзади. И поэтому мы видим, что все разрушалось на пути. То есть, в жизни веры нашей нам необходимо держаться за Слово и двигаться. Поэтому очень важно это кафедральное Слово, воскресное Слово, когда это время, когда Бог своему народу дает завет, Слово. То есть, вот это значит быть человеком, который я, человеком, который следует за Божьим Словом. Поэтому вот это Слово, которое продолжается с кафедры, вот это мой ответ, вот это мое расписание. Вот посмотрите сегодняшнее место расписания. давайте посмотрим с вами еще раз. Иисус Навин, 8 глава, 1 стих. И сказал, Господь сказал Иисусу, «Не бойся, не ужасайся, возьми с собой весь народ, способный к войне. Вот я предаю в руки твои царя Гайского и народ его, город его и землю его». «Не я дам вам», а говорит, «Я уже дал вам». То есть, вот это было расписание Слова Божьего. Поэтому те люди, которые знают об этом, они верою идут. И потом еще сказано, вот, 8 глава, 7 стих, «Тогда вы встаньте из засады и завладейте городом, и Господь Бог ваш предаст его в руки ваши». То есть, Слово само является ответом, и Слово является расписанием Божьим. Вот, все верующие церкви Хана, я желаю, чтобы перед любимыми делами вы стояли при Словом. Какие бы ни были ситуации перед нами, обстоятельства, не упускайте Слово, и будьте одерживать победу. Поэтому, если вы посмотрите Деяния, книги Деяния, вот, Павел, он призывает пресс-фитеров в апостолов и он в церкви Ефесии, и он говорит, «Я вас возлагаю, я отдаю вас Слово». То есть, я не буду что-то сам делать, но я вас в руки Слово отдаю. то есть, вы теперь принадлежите Слову. То есть, пусть Завет направляет вашу жизнь. И если мы с вами во всей нашей жизни держимся за Завет, за Слово, тогда будем одерживать победу. И еще, как можно посмотреть на вот этот город Гаи? Это для нас возможность входить в молитву. Вот посмотрите сегодняшняя Иисусная 8 глава, 18 стих. Значит, сказано, «Тогда Господь сказал Иисусу». То есть, следуй за Словом Иисус. «Простили копье, которое в руки Твоей Гаю, ибо Я предам его в руки Твои». То есть, сказано, «Простили копье к Гаю». И потом, посмотрите 26 стих. Хоть у меня прочитаем. «Иисус не опускал руки Своей, которую простер с копьем, доколе не предал заклятию всех жителей Гая». Значит, вот, пока Месь Гай не был полностью завоеван, Иисус Навин не опускал руки, в которой было копье. Вот, если посмотреть битву израильтян с амалекатянами, тогда мы видим, что Моисея подымается на гору, а внизу Иисус Навин с воинами они воюют. И тогда Моисей поднял руки и молился. И вот пока Моисей молился, подняв руки, Израиль одерживал победу над амалекатянами. Но как только Моисей опускал руки, израильский народ начинал проигрывать. То есть пока Моисей поднимал руки, то есть мы видим, что происходила молитва поста на Богу. И вот что произошло? Мы видим, что вот израильский народ победил этих амалекатян. Послушайте, когда мы с вами деремся за завод и молимся, вот совершается победа. А если, к примеру, мы не знаем Божьего завета, Божьего плана, Божьей воли, просто молимся за решение проблем, это не та молитва, которую Бог желает. Послушайте, наше оружие, из всех оружия, это действие Божье, испытание действия Божьего, которое превосходит пространство и время. Сегодня так же само мы прочитали с вами, Иисус навин, пока Миссион не завоевал город Гая, он не опускал руки своей с копьем. Поэтому написано, что израильский народ полностью закляли, то есть победили жителей Гая. То есть действие Божьего, действие Божьего, престола Божьего, которое превосходит пространство и время, никто не может его остановить. Поэтому так же само пока Миссион Моисей, он подняв руки молился, израильский народ, они одержали победу над Амалекитянами. То есть оружие из оружия это молитва духовной, молитва, когда мы духовно воюем. То есть мы сейчас с вами молимся, Бог дает, Бог сделает, это не та молитва, которая Бог желает. Зная Божью тайну и держась за имя Иисуса Христа, когда тогда молимся, тогда благосения с престола Божьего будут действовать. И вот эти благосостояния престола Божьего, они превосходят и пространство и время. И тогда начинает свет светить на 237 стран мира. Вот за это молились. Вот это есть тайна молитвы, вот это есть благословение молитвы. А они верующие, вот они не знают этого, они просто молятся и на самом-то деле хоть и получают ответы, но это силы, это силы тьмы действуют. А верующие, они не знают тайны молитвы, они упускают эту молитву. Вот есть тут гора Пальгонсан в Корее. Вот там внизу горы люди психическими проблемами, они вот эти тайны все духовную знают. А верующие, которые ходят в церкви, не знают духовных тайн, поэтому не молятся, поэтому не могут испытать духовные факты, поэтому нет духовной силы, поэтому живут без духовной силы. Послушайте, я желаю, что вы именем Христа восстановили отобранные духовные благословения, поэтому если вы будете молиться, одержав за Божьим Слово, вот такое будет происходить. Благословение престола будет сходить, и будет действие, которое превосходит пространство и время, и свет Божий будет сходить, который может спасать 237 стран мира. Я верю, что когда мы молимся так, будет обязательно действие происходить. И вот вы, зная вот эти благословения, молитесь. А есть люди, которые вот этого не знают, ну просто молятся, ну просто ведут жизнь с верой. И вот во время трудностей, проблем, начинают беспокоиться, переживать, обманываться. Вот так вот живут. Послушайте, нам необходимо все благословения Божьи восстановить именем Иисуса Христа. Каждый раз, когда мы молимся, сходит благословение престола Божьего. И тогда действие Божьи, которое превосходит в пространство и время, исходит свет Божий, который спасает все места действия. И вот посмотрите сегодняшнее место отписания. И после того, как они одержали победу над городом Гай, что они делают? Они устраивают жертвенник, то есть следуют за словом. То есть, друзьями, с вами оружие наше в духовной войне — это молитва. Молитва, когда мы делимся за слово. И вот после того, как они одержали победу над городом Гай, что мы видим? Они устраивают жертвенник на горе Гевал. То есть, написано, вот, строят жертвенник из камней цельных. То есть, жертвенник, что это за жертвенник? Вот еще в исху... в... еще... когда они были в пустыне, они тоже преподносили жертву. Что это за жертва? Что Христос решил все проблемы. И вот после того, как они одержали победу над городом Гай, они устроили жертвенник Господу. И вот над... Ой, напротив горы Гевал была другая гора. Это гора Горизим. Горизим. То есть, вот, гора Гевал, вот, гора Гевал это там, где Иисус Навин говорит о благословениях, о проклятиях. Это гора Гевал. Но гора Горизим это та гора, где они прославляли Бога, преподносили богослужение. И вот мы видим, что вот эти две горы, они находились друг возле друга. То есть, они вот были близко. То есть, настолько были близко, что, к примеру, когда на горе Гевал что-то говорилось, то на горе Горизим это было слышно. И вот Иисус Навин с священниками начинает провозглашать, что провозглашать? Вот это об этом сказано в 34 стихе. Давайте прочитаем. «И потом прочитал Иисус все слова закона, благословения и проклятия, как написано в книге закона». Давайте еще раз прочитаем вместе. «И потом прочитал Иисус все слова закона, благословения и проклятия, как написано в книге закона». где сказано «и благословение, и проклятие». То есть слово «благословение» и слово «проклятие». Вот это он прочитал. То есть, кто такой работник Божий? Вот что нам необходимо передать нашим потомкам? Необходимо передать потомкам причину, почему приходит проклятие. И как получать благословение, путь жизни. Вот это тоже необходимо передать. То есть, необходимо стать таким человеком, который понимает причину проклятия и причину благословения. Вот таким учеником необходимо стать. То есть, надо стать человеком, который знает тайну Христа, разрешителя бытия третьей головы. Поэтому до того, как наши дети войдут в мир, необходимо объяснить им причину проблем в этом мире и проблему решения. Это миссия, которую Бог нам дает, чтобы мы могли передать это детям. Значит, третьего нет. Нет золотой середины. Либо же проклятие, либо же благословение. Либо же жизнь, либо же смерть. Либо же проклятие, либо же благословение. Вот в этом мире только два пути. Всё. Поэтому давайте с вами посмотрим место в Писании. Значит, притчи, 14 глава, 12 стих. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их — путь к смерти. Значит, вот, нам необходимо это понять. Есть только два пути. Путь жизни и путь смерти. И кажется, что путь к смерти — это хороший путь, но конец — это смерть. Иоанна 3,16. Какой путь жизни? «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своей народ, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». То есть, для чего пришёл Сын Божий? Чтобы люди больше не были на пути погибели, а были на пути жизни. То есть, проблема бытия — третья глава. И уникальный, единственный путь, путь благословения — это Христос. Вот таким надо стать человеком, который понимает это и передает эту тайну детям. Вот об этом говорит там сегодняшнее слово. Значит, нет третьего пути, нет вот этой середины. Либо же благословения, либо же проклятия. Путь благословений — путь проклятий. А вот вы сейчас по какому пути идёте? Значит, большинство людей, они не знают пути благословений. Поэтому живут в трудностях, живут в страданиях. Они не знают, что есть путь благословений. Поэтому большинство людей находятся на пути поражения. То есть, живут в страданиях. Вот так вот идут. А почему Бог дал нам 66 книг Библии? Нет другой причины, почему Бог дал нам Библию. Бог, Он дал нам благословение. Бог даёт нам завет. Он говорит, иди по пути благословений. Поэтому Библия, она ничего другого не объясняет. Бог даёт нам Библию для того, чтобы объяснить Христа, который является путём благословений. Вот, израильский народ, если посмотреть на их историю, они получили избрание Божье. Ну, почему они семь раз терпели поражение? Значит, было время, вот в истории Израиля, когда они получали благословение, а также было время, когда они то рабами были, то пленными, то колонией. Вот какой был стандарт? Благословение или же поражение? Это Евангелие. Было Евангелие, благословение. Не было Евангелия. Рабство, плен, поражение. То есть, Христос является стандартом жизни. И вот насколько мы познаем этого Христа, настолько восстанавливается благословение. А что такое Бытие 3 глава? Это проблема из всех проблем. Проблема всех проблем. И вот перед нами сейчас так же самое. Есть видимые проблемы. К примеру, болезни. Потом финансовые проблемы. Проблемы семьи. И чем больше проходит время, хоть и больше развивается наука, медицина, но тем не менее появляются проблемы, которые мы сами решить не можем. Значит, проблемы болезней, неизлечимых, проблемы семей и проблемы финансов. И сейчас вообще все финансы в этом мире — это финансы тьмы. Поэтому чем больше люди идут, чем больше проходит времени, тем больше развивается финансовая тьма. Поэтому мы видим, что этот мир, хоть и движется, но проблемы увеличиваются. Но в чем причина? Невидимая проблема. Проблема Бытие 3 главы. То есть из-за этой невидимой проблемы появляются видимые проблемы. И проблемы семьи, и проблемы детей. Поэтому все проблемы прошли из-за первородного греха. Поэтому кто такой настоящий духовный руководитель? Тот, который знает, что причина всех проблем — это духовная проблема. И вот если ремнанты познают эту проблему, тогда через наших ремнантов местодействия начнут оживать. И потом и политика, и весь мир получат ответ через наших ремнантов. Почему? Потому что путь всему ожить — это Христос. То есть Бог уже дает нам ответы на всю нашу жизнь, что проблема всех проблем — это Бытие 3 глава. Но если я в это не верю, если я это не признаю, тогда мой дух, мой дух, он не сможет нормально жить. Значит, потому что ответ решить духовную проблему — это то, что Бог послал Христа. Поэтому Римлянам 5.8 сказано, что когда мы были еще грешниками, Бог возлюбил нас тем, что Христос умер за наши грехи. Когда Христос умер? Когда Бог нас возлюбил? Когда мы были еще грешниками. Как? Смертью на Христе. Поэтому Христос за грешников умер. А почему Христос умер? Чтобы доказать всем Божью любовь. Поэтому также Иоанна 5.24, что сказано? Те, кто знает этого Христа, перешли от смерти в жизнь. То есть, другими с вами, перейти от смерти — это значит освободиться от первородного греха. Затем Исаия, Исаия 53.5, что сказано? Никто не может решить проблему первородного греха, поэтому Он был изъявлен за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на Нем. И ранами Его мы исцелены. Аллилуйя! То есть, уже Бог пророчествовал об этом Христе. И в 6 стихе что сказано? Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. Это наш облик, как овцы. Блуждали, совратились. Но что сказано? И Господь возложил на Него грехи всех нас. То есть, все наши грехи Он возложил на Него. Поэтому я желаю, что вы могли познать этого Христа. А также, 2 Корифтам 5.14, о чем нам говорится? Здесь говорится об исповедании Павла, который познал Христа. Он говорит, ибо любовью Христова объемлет нас, рассуждающих так. Если один умер за всех, то все умерли. Также 25.21, 25.26. Ибо незнавшего греха Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом. То есть, Христос, Он знал, что мы грехи, поэтому за нас Он умер на кресте. То есть, каждый день я желаю, чтобы вы могли быть объяты вот этой любовью Христа. И этот Христос, Яна 19.30 говорит, «Все совершилось». Я подытожу Божье слово. Послушайте, вот вы посмотрите на себя, на свою семью, на свой род с точки зрения Бытия 3 главы. Тогда вы осознаете, почему нужен Христос. И вот когда мы получаем освобождение от всех проблем Христом, вот это называется свобода. И чем больше мы будем познавать этого Христа, тем больше мы сможем наслаждаться благословением Завоевателя. Вот вы посмотрите на все проблемы Бытия 3 главы. Тогда вы поймете, почему нужен Христос. И тогда, благодаря такому, как вы, на каждом вашем шаге будет происходить духовное завоевание, духовное возрождение. Я благословляю вас именем Господа Иисуса Христа, чтобы вы испытали этот завет. А теперь мы с вами будем прославлять и будем молиться, держаться сегодняшнее слово. Итак, для начала тема молитвы, за которой мы будем держаться. Значит, молитва Благовестника, Завоевателя, Завоевателя местодействия, которые Бог уже нам дал. Послушайте, в течение одной недели у вас тоже будут праздники, у вас будут разные местодействия, на которые вы пойдете. Вам Бог дал эти местодействия, и Бог вам уже дает победу над этими местами действия. Давайте первое почитаем. Держаться завет Иисуса Христос, за Евангелие, завоевать мой Гай, мое местодействие завоевать. А также молитву, и каждый день в духовной войне одерживать победу. И всегда проверять Божью волю, Божий план. И на месте действия передать, на месте действия наслаждаться благословением духовной сторожевой башни. А также глазами Евангелия смотреть на всю свою жизнь, на все местодействия и получить ответ Евангелия. Давайте будем, держа за сегодняшнее слово, прославлять внутри меня.